Казахстан Небывалый подъем экономики Казахстана в последние несколько лет Большей частью связан с природными ресурсами страны В том числе углем и металлами Для производства стали здесь отличные условия Компания, которая вызвала наш интерес Арселор Миттал Крупнейший производитель стали в мире И работодатель для 310 тысяч людей в более чем 60 странах Владелец этой компании Лакшми Миттал В Казахстане компания приобрела Карагандинский металлургический комбинат В 1995 году На более чем выгодных условиях При продаже кармид комбината Арселор Миттал И правительство Казахстана Заключили соглашение о том Что никакие новые законы по охране окружающей среды Не будут применяться к компании В течение 10 лет Расходы на природоохранные мероприятия Освободят компанию от платежей За реальный объем выбросов загрязняющих веществ Компания Будет платить фиксированный Корпоративный подоходный налог Независимо от получаемой прибыли Так было создано Акционерное общество Испад Кармет Ныне Арселор Миттал Тимиртау Сегодня Арселор Миттал Тимиртау Владеет Столилетельным заводом И восемью шахтами В Карагандинской области В 2006 году Компания обеспечивала работой 55 тысяч человек А ее вклад в ВВП Казахстана Составил 4% По официальным данным 95% выбросов загрязняющих веществ В атмосферу города Тимиртау Поступает от компании Арселор Миттал Тимиртау Мы провели встречи С активистами в сфере охраны окружающей среды И безопасности труда Наша первая остановка Школа в городе Тимиртау Здесь на уроках экологии Дети узнают о природе своей страны Мы узнаем Какие экологические проблемы Беспокоят жителей города Прежде всего это Наверное загрязнение воздуха Потому что это очевидно И очень наглядно видно Особенно когда работает Коксохимпроизводство И конечно же тоже То что видно невооруженным глазом Это увеличение количества Шлама отвалов Территории очень выросли Особенно когда началась работа Арселор Миттал Тогда увеличилось как раз Вот это загрязнение Начиная с 1997 года Европейский банк Реконструкции и развития И международная финансовая корпорация Предоставили Арселор Миттал Тимиртау Кредитов под низкий процент Почти на 400 миллионов долларов Эта поддержка была рассчитана На улучшение безопасности труда в компании И снижение влияния на окружающую среду Некоторые неправительственные организации Заинтересовались тем На что и как были израсходованы эти средства В 2008 году Общественные организации из нескольких стран Где есть предприятие Арселор Миттал Сформировали коалицию Global Action on Arselor Mittal И опубликовали отчет По следам Арселор Миттал Рассказывающая о том Какую цену платит местное население И рабочие за успех Миттал Дана Садыкова Одна из авторов отчета В 1997 году Европейский банк реконструкции и развития И Международная финансовая корпорация Одобрили заем на сумму 250 миллионов долларов Компании Арселор Миттал Тимиртау Одной из целей этого проекта Было снижение негативного воздействия Предприятий и компаний на окружающую среду И улучшение безопасности труда работников компании В 2006 году Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР признал проект успешно завершенный Ну вот, казалось бы, очень логичный ответ То есть проект был направлен на улучшение экологической ситуации В Тимиртау Он успешно завершен И значит ситуация должна улучшиться Но в 2007 году мы получили данные От Карагандинского управления охраны окружающей среды О том, что ситуация в городе Тимиртау За последние три года ухудшается А выбросы от компании увеличиваются Кроме того, проектом были предусмотрены Экологические планы действий По улучшению безопасности труда на угольных шахтах Но мы знаем, что за период реализации проекта Произошли две крупные аварии Все это вызывает у нас сомнения в результатах проекта А также в том, какими критериями руководствовался Европейский банк реконструкции и развития При оценке успешности проекта Мы представили результаты мониторингов Проведенного нашей организацией На ежегодной встрече ЕБРР в 2007 году Это было в мае А уже в июне был одобрен новый кредит Для Арселор Миттал Тимиртал На модернизацию угольных шахт И уже в следующем году, в 2008 Произошло еще две аварии В которых погибло 35 человек И мы видим проблему в том, что Общественность не может принимать участие в проекте Потому что нет доступа к проектной информации Без которой очень сложно оценивать Насколько успешно идет реализация проекта Насколько выполняются обещанные мероприятия По данным прокуратуры Каргандинской области За январь 2008 года В некоторых шахтах Арселор Миттал Тимиртау Продолжают использовать оборудование Подъемное устройство И систему вентиляции Установленное еще в 50-х годах Об условиях труда на шахтах И отношении компании Арселор Миттал Тимиртау К всем сотрудникам Расскажет нам бывший горняк Павел Шунгер Там чудовищные порядки сейчас Моральные сложились на шахтах Там заставляют вот эти вот Вместо того, чтобы реально Заниматься обеспечением безопасности труда Они вот Называются принципы мелкой и чистой сети Когда массу таких придирочных обязательств На рабочих сталкивают И они там, ну, спасатель Не дальше двух метров от себя Ремешок, чтобы под подворотком был пристегнут Чтобы там вытеки не кидали В административном аппарате И так далее, и так далее И на этом все А люди есть люди Они там где-то, в ППХ, где-то, что Когда работаешь, когда делаешь бешеные планы А планы в систему не отменены Вся лагерная система далека от рынка Недоговорная А именно сдельно премиальная И на чем вообще Базис состоит На чем вообще Вот эта смертельная опасность Труда горняков там То есть вот эта морковка Повешенная перед носом горняков Она так и осталась Вот эта премия, от которой зависит Прибыль семьи И они вынуждены рисковать И при этом они заставляют Этот ремешок под подворотком пристегнуть Конечно, люди Они не могут работать В шахте, это есть шахта Тот, кто не знает шахту Тот не видел жизни во все ее, так сказать Серьезные, значит, увеличения Сейчас количество жертв за два года Дошло до 99 человек Вот А это не считая Отдельных взятых Погибших горняков Не считая того, что В компании сложена Система Система Скрытия Этих травм Даже смертельных в том числе И извращения Вот Недавно, как Недавно, как вчера В публикации Было показано По телевидению По местному Как пытались Травм Человеку, затащенному в барабан Конвейера Шахтного Пытались изменить Травму Как будто он упал дома Там Со ступеньки То есть Вот это вот Абсолютно морально Бесчеловечное Бесчеловечное Отношение компании Она может Себе позволить Только потому Что вот С молчаливого согласия Как местным Власти Так и покорным Состоянием Так сказать Рабочих Обеспечение Самого высокого Стандарта Безопасности Труда Это всеобъемлющий Приоритет Для Арселор Миттл Арселор Миттл Серьезно Относится К благополучию Всех своих работников И нацелена На то Чтобы стать Самой безопасной Сталилитейной Игорно добывающей Компанией В мире Так сказано На веб-сайте Компании Принятие Обязательств Для преобразования Завтрашнего дня Это название Отчета Компании По корпоративной Ответственности Опубликованного В июле 2008 года Слово Ответственность Встречается В этом 37-страничном Отчете 163 раза Компания Заявляет Что они уже Инвестируют Большие средства Социальные проекты И называют Себя Ответственной Мы решили Объединиться Для того Чтобы защищать Свои права От того Что политика Компании Такая непрозрачная Мы просто поняли Что Значит Нужно Не сидеть Сложа руки А добиваться Своих прав Самостоятельно То есть Социальная защита Какая-то должна быть От компании Это однозначно И поэтому Мы решили Объединиться И путем Значит Обращений Письменных Обращений Компании И письменных Запросов Значит Правоохранительные Органы Мы стали Постепенно Выяснять Что же В конце концов Нам полагается На что мы Имеем право Рассчитывать Из опыта Прежних Вдов У тех